Всем привет! В эфире Космос. События, открытия, достижения. Новый месяц и новый выпуск уже спешат порадовать зрителей. Что интересного в мире космоса? Куда направлены взгляды ученых? Какие события наблюдаем в июле и августе? И что произошло в эти месяцы в истории? Узнаем прямо сейчас. Настраивайтесь на самую космическую волну и поехали! Планета Венера вновь станет объектом космических исследований. Научно-производственное объединение имени Лавочкина завершило разработку технического предложения по созданию космического комплекса Венера-Д. Миссия предполагает длительное исследование Венеры с использованием широкого спектра научной аппаратуры и станет продолжением исследований, проводимых еще в советский период. Впереди разработка эскиза комплекса в январе 2024 года. Запуск миссии запланирован после 2030 года. Американское космическое агентство НАСА и компания «Аксиом» провели вторую частную миссию к Международной космической станции «Аксиом-2». 21 мая к борту МКС на космическом корабле «Крю Дрэгон» отправился экипаж в составе четырех человек. Командир, опытный астронавт в отставке Пегги Уитсон, пилот Джон Шофнер и специалисты миссии из Саудовской Аравии Али Алькарни и Раян Барнауэль. В течение почти девяти дней экипаж проводил свои научные исследования на орбите. Подобный запуск отражает начало новой эры освоения космоса и перспективу коммерческих полетов на низкую околоземную орбиту большего количества людей для выполнения разнообразных миссий. Единственная женщина в действующем отряде космонавтов «Роскосмос» Анна Юрьевна Кикина посетила родной город впервые после своего космического полета. В июне Новосибирск отметил свое 130-летие и Анна стала почетным гостем этого события. На протяжении нескольких дней своей рабочей командировки первый космонавт Новосибирска успела провести встречи со школьниками и студентами, принять участие в едином городском выпускном и получить знак почетного жителя города. Большой новосибирский планетарий спустя четыре года с последней встречи вновь встретил Анну в своем звездном доме. Традиционная встреча победителей городских проектов и обучающихся планетария прошла с большим теплом и трепетом, наполнив каждого из ее участников частичкой космоса и лучезарным обаянием Анны Юрьевны. 6 июля наша планета окажется в точке орбиты, наиболее удаленной от Солнца. Ученые в таких случаях говорят, что Земля оказалась в точке Офелия. Дело в том, что орбита нашей планеты вытянута. Это значит, что один раз в году Земля проходит точку наибольшего приближения к Солнцу. Это точка Перигелия, которая в текущем году выпадала на 4 января. Тогда нас от Солнца отделяло 147 миллионов километров, и при этом наше светило было в небе немножечко крупнее, хотя глазу это было незаметно. А 6 июля мы будем проходить точку наибольшего удаления от Солнца. При этом расстояние между Солнцем и Землей составит 152 миллиона километров. Таким образом, расстояние между Солнцем и Землей в течение года меняется от 147 до 152 миллионов километров, а среднее расстояние – 150 миллионов километров – ученые выбрали в качестве единицы измерения расстояний в Солнечной системе, назвав его астрономической единицей. 19 июля начнется метеорный поток Персеиды. Это один из самых долгожданных метеорных потоков года. Его максимум для нашего региона приходится на дневное время 13 августа. Это значит, что наибольшее число метеоров разделится на две ночи – с 12 на 13 и с 13 на 14 августа. Напомним, что именно благодаря продолжительности и обильности метеорного потока Персеиды за августом закрепился имидж месяца звездопадов. Иногда интенсивность этого потока достигала 60 событий в час. Своим появлением Персеиды обязаны кометы Свифта-Таттла, частицы которой врываются в нашу атмосферу всякий раз, когда Земля пересекает метеороидный рой, оставленный этой кометой. Наблюдать метеоры лучше всего на открытой местности за городом, приготовив теплую одежду, горячий чай и, конечно, заветные желания. 27 августа сложатся наилучшие условия для наблюдения Сатурна. Так бывает всякий раз, когда Земля проходит по своей орбите между этой планетой и Солнцем. При этом расстояние между Землей и Сатурном станет минимальным в году. Однако его знаменитые кольца и самые большие спутники без специального оборудования увидеть не удастся. Но сам Сатурн в виде яркой звездочки будет хорошо заметен в небе. 18 июля 2011 года был запущен и выведен на орбиту российский космический радиотелескоп «Спектр-Р». Это орбитальная астрофизическая обсерватория, которая предназначена для проведения фундаментальных исследований в радиотеопозоне электромагнитного спектра. Космическая обсерватория имела вытянутую орбиту вокруг Земли с дальней точкой на расстоянии 350 тысяч километров. Это почти в 700 раз дальше знаменитого телескопа «Хаббл». Благодаря такому расстоянию телескоп имеет высокую точность, которая необходима для исследования глубин Вселенной. За время работы проекта «Радиоастрон» зафиксирован целый ряд открытий. 22 июля 1972 года мягкой посадкой космического аппарата «Венера-8» завершился важный этап уникального эксперимента по изучению самой близкой к нам планеты. Целью запуска автоматической станции «Венера-8» была доставка спускаемого аппарата на поверхность планеты с дальнейшей передачей научных данных. Залогом успеха была тщательная подготовка и учет особенностей венерианской атмосферы. Дело в том, что давление на ней в 105 раз превышает земное, а температура может доходить до плюс 500 градусов по Цельсию. Аппарат совершил посадку на дневную сторону планеты, что было важно для выполнения фотосъемки поверхности Венеры. Это был важный вклад нашей страны в мировую науку о планетах. 9 августа 1976 года к нашему естественному спутнику отправилась автоматическая межпланетная станция «Луна-24». Это последняя автоматическая станция, запущенная к Луне нашей страной. Проект «Луна-24» был уникальным. Он проходил в автоматическом и управляемом режимах. «Луна-24» проводила бурение и отбор образцов лунного грунта, которые были перемещены в специальную возвращаемую капсулу. 22 августа 1976 года капсула с образцами достигла Земли. В результате исследований было впервые получено убедительное доказательство наличия на Луне воды. Мы завершаем очередной выпуск космоновостей Большого Новосибирского планетария. Смотрите на небо и изучайте космос с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова